В Ульяновской области оценят эффективность глав регионов. С новым президентским указом познакомил глава губернии. В документе прописаны критерии эффективности глав регионов. По ним выводится общая оценка. Если она положительная, то область вправе рассчитывать на дополнительные финансы из Москвы. Сергей Морозов считает, что схожую схему можно применить и к региональным чиновникам. Далее обсудили тему борьбы с коронавирусом. Все не должны расслабляться вообще даже ни на секунду. Я еще раз говорю о том, что никто не говорил, что следующей волны не будет. А наоборот надо внимательно смотреть над теми недостатками, которые есть у нас в практической деятельности. Почти у десяток муниципалитетов не просто там желтый свет горит, а даже красный свет горит. На совещании также рассмотрели итоги социально-экономического развития региона. Несмотря на пандемию, Ульяновская область практически вышла на показатели предыдущего года. Она на втором месте в ПФО. В отрасли сельского хозяйства мы все знаем, что мы там установили все возможные рекорды по воловому сбору. Строительство мы примерно 1,5% увеличим по сравнению с прошлым годом. Замедлилась инфляция и начал выправляться рынок труда за последние два месяца. Безработица также начала сокращаться. В регионе разработают комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По словам Андрея Тюрина, новый документ объединит региональные программы развития. Это позволит более серьезно подойти к решению многих проблем в муниципальных образованиях. Мы будем понимать, с каким решением нам необходимо в первую очередь заходить в муниципальные образования. Либо это ремонт или строительство автомобильной дороги, либо это газификация или решение вопросов водоснабжения. На совещании рассмотрели вопрос об исполнении бюджета за январь текущего года. Общая сумма доходов больше, чем в прошлом году. В этом она превысила 3 миллиарда рублей. Это стало возможным в основном за счет роста акцизных сборов.